Авария со смертельным исходом. В результате ЧП в Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении погибли два рабочих предприятия. Как сообщили в информационном центре ССГПО, на автодороге «Карьера» самосвал КАЦ столкнулся с трактором К-702. Находившиеся в кабине трактора люди скончались от полученных травм. Напомню, АО ССГПО – ведущее предприятие по добыче и обогащению железных руд в Казахстане. Двое человек пострадали в Уральске в результате обвала стены многоэтажного дома, построенного по государственной жилищной программе. Инцидент произошел на восьмом этаже строения. Вследствие обвала стены между квартирами серьезные травмы, сотрясение мозга получила женщина и трехлетний ребенок. После осмотра в областной больнице пострадавших отпустили домой. Как рассказали в департаменте ПУЧС, причины инцидента должна выявить специальная комиссия. Установлено, что утечка природного газа не обнаружена. Вентиляционные шахты все в рабочем состоянии. Было возбуждено дело. Материалы находятся в городском отделе внутренних дел. Результаты будут известны после проведения всех следственных мероприятий. К новостям в мире. Эпидемия лихорадки Денге в Бразилии. Более 200 человек погибли, 700 тысяч заражены. Гарантированного лечения не существует. Врачи могут лишь облегчить симптомы болезни. Наибольшее распространение лихорадка получила в штате Сан-Паулу. Там медики не справляются с большим количеством пациентов и призывают власти бороться с распространением вируса. С начала года количество зараженных начало резко расти. Не прошло и полугода, как распространение болезни достигло уровня эпидемии. Официально подтвердить этот факт должна и Всемирная организация здравоохранения. Основными разносчиками лихорадки Денге являются комары. Правительство Бразилии планирует разработать госпрограмму по борьбе с этими насекомыми. В противном случае масштабы заражения могут увеличиться, констатируют эксперты. В Германии борются с последствиями разрушительного торнадо. Наиболее пострадали пригороды к северо-западу от Мюнхена. 9 человек получили травмы, 150 семей остались без крыши над головой. Убытки понесли и фермеры, которым предстоит восстанавливать свои теплицы. В районе до сих пор нет электричества, закрыты школы. Компенсацию за ущерб получат только те семьи, кто успел застраховать свои жилища от капризов природы. Новые правила ЕНТ. Теперь итоговая оценка в аттестате будет зависеть не только от результатов тестирования, но и от итогов 11 лет учебы, сообщили сегодня в Минобразовании. В профильном ведомстве будут вводить среднеаритметический балл по итогам ЕНТ и годовой оценки в школе. В спорных случаях округление будет происходить в пользу выпускника. Если ученик хорошо учился на протяжении всех 10, 11 или 12 лет, но по каким-то причинам он получил неудовлетворительную оценку, допустим, 3 или 4, то в итоговое всегда шла оценка ЕНТ. На сегодня это будет среднеаритметическая оценка. Тем самым мы думаем, что определенная социальная справедливость тех, кто трудится, учится в школе, она будет не то чтобы восстановлена, но приведена к ожиданиям и общественности, и самих выпускников школ. Кроме того, результаты экзамена будут опубликовывать без фамилии абитуриента. В списках с баллами будут только индивидуальные идентификационные номера. Единое национальное тестирование в этом году будет проходить со 2 по 15 июня. Государство готово субсидировать рабочие места для лиц с ограниченными возможностями. Всего 630 тысяч казахстанцев имеют инвалидности. И хотя больше половины из них трудоспособного возраста, работу найти сегодня могут лишь единицы. Обратить внимание на проблему призвали сегодня в Астане на конференции, посвященной ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. В первом квартале 2015 года более 2000 лиц с ограниченными возможностями было охвачено мерами поддержки по занятости. Но это капля в море, заявляют эксперты по сравнению с той работой, которую еще нужно сделать. Больше 500 человек уже работают в центрах обслуживания населения. Наши медики, социальные учреждения, там работают около почти тысячи человек. Но нам нужно понять одну вещь, что не все наши лица с ограниченными возможностями имеют тот уровень образования и ту квалификацию, которая необходима работодателям. В ряде регионов страны подешевели продукты питания. К примеру, в Петропавловске цены упали на продукцию местного производства. Эксперты говорят, на ценовую политику влияет возросшая конкуренция, в том числе и с российскими продуктами. Товаропроизводители устраивают различные промо-акции, так стараются они привлечь потребителей. У нас по городу имеется 8 колбасных предприятий, они цены понизили на 12%, на сахар на 6%, на рис на 4%, мясо птицы на 16%. Ценовую картину на рынках страны еженедельно отслеживают специалисты Казагра Маркетинга. По их данным, в основном в пользу потребителей изменились цены на овощи, и это сезонное явление. К примеру, в Кустанае по сравнению с минувшей неделью подешевели огурцы. На 50 тенге в Алматы стала доступнее капуста, ее цена за килограмм снизилась до 135 тенге. А в Астане подешевела рыба, карась теперь стоит 350 тенге вместо 400. В остальных регионах цены остаются стабильными. Литовские предприниматели готовы инвестировать в расширение бизнеса в Казахстане и выступают за создание совместных предприятий. В результате литовский бизнес сможет закрепиться на пространстве ЕАЭС, а казахстанский получит выход на рынок Евросоюза. Наиболее перспективные сферы партнерства – это IT-индустрия, сельское хозяйство и совместные логистические проекты. В частности, литовские бизнесмены готовы приложить свои терминалы для транспортировки грузов из Казахстана. Сослужить пользу может и самый северный, незамерзающий Клайпецкий порт. Безусловно, иметь продукт, который соответствует требованиям Евразийского экономического союза, для наших компаний это важно, потому что это автоматически гарантирует быстрый выход на огромный рынок. То же самое мы можем говорить и про бизнес Казахстана в Литве. Мы знаем и умеем делать продукцию так, чтобы она получила сертификаты, сделанные в Европе. Удешевить строительство, при этом не теряя в качестве, в Усть-Каменогорске нашли оптимальное решение непростой задачи. В областном центре наложена работа кластера, где строительные материалы из производства попадают сразу на рынок возведения жилья. В итоге выигрыши остаются и предприятия, и население. На востоке Казахстана комбинат железобетонных изделий – один из основных застройщиков жилья по госпрограмме. Железобетонный комбинат – один из старейших на востоке страны. Работает еще с 40-х годов прошлого века, но в 2005 году предприятие прошло полную реконструкцию и обрело новых хозяев. Тогда здесь трудилось около 100 человек. За 10 лет количество рабочих увеличилось уже в 6 раз. Сегодня это не только производитель бетонных изделий, но и надежный застройщик. Причем цены стараются делать демократичными. Когда выстроена логическая цепочка от производства до монтажа и сдачи под ключ, естественно, это дешевле. И мы контролируем процесс качества на всех этапах. То есть с нас можно спросить и в момент, когда мы сделаем изделие, и уже готовый объект, когда сдали. Бакет-Бакишев – формовщик. Признается, качество закладывается уже на начальном этапе. В бетоне для предперекрытия, к примеру, минимальное количество воды, чтобы смесь быстро схватывалась и потом служила десятилетиями. Своей профессией, своей эти, горжусь, потому что строится наш город с нашим материалом. Соблюдаем основное качество, пропорции, как детали, чтобы в дальнейшем не было ни руха от землетрясения, от стихии небедствий. Поэтому здесь особенно важна правильная технология производства бетона. Чтобы железобетонные изделия получались особенно прочными и обладали высокими несущими способностями, в них закладывается вот такой каркас из арматуры. Состоит он из металлических прутьев. Несколько движений на станке точечная сварка. И металлическая сетка готова к использованию. Каждый отвечает за свой участок, поэтому мы и уверены в своих изделиях, рассказывает и крановщица Галия Олкенова. Она уже 20 лет за штурвалом крана. Смеется, одной левой могу перевести 16 тонн груза. Работа очень сложная для женщины, но все же мы стараемся быть внимательным к своим коллегам, к производству, к оборудованию беречь. Стараемся, чтобы все было у нас в норме. Технику безопасности обязательно надо здесь соблюдать. Железобетонный комбинат производит более полутора тысяч видов продукции. Все это идет непосредственно в дело. Не только заказчикам, но и на собственное строительство. В этом году комбинату предстоит возвести четыре жилищных комплекса. Анна Лисенберзина, Дмитрий Пыхтин, Ускаменогорск. Мобильную юрту сконструировали шамкенские новаторы из числа учащихся колледжей. Еще из полезных изобретений – технология по ускоренному разведению рыбы в водохранилище, который уже опробован на практике, и аппарат, позволяющий снизить экологический вред от нефтепереработки. Мое изобретение поможет снизить выбросы, которые могут вызвать у людей раковые заболевания. Аппарат очищает воздух. Настоящее имя Ильяса Жансугурова было «Кызер Ильяс». Такое заявление сделали ученые-лингвисты и историки на научно-практической конференции в Талдыкургане, посвященной жизни и деятельности выдающегося казахского поэта и переводчика. Открытия подтверждают публикации его ранних произведений, а также архивные данные. По словам историков, Жансугуров сам отказался от данного ему при рождении имени, потому что оно имело религиозный оттенок, что для занимавшего руководящей должности коммуниста считалось непозволенным. Его подлинное имя до последнего времени было неизвестно по той причине, что некоторые его работы 20-30-х годов были написаны арабской вязью и никогда не переиздавались. Исследователи смогли найти около ста неизвестных ранее трудов Жансугурова. Это стихи, рассказы, переводы, статьи и филетоны. Самым сложным в исследовании было определить принадлежность того или иного труда Жансугурову, потому что литераторы того времени по различным причинам зачастую использовали вымышленные имена. У самого Ильяса, по нашим подсчетам, имелось свыше 20 псевдонимов. Среди них наиболее распространенные Матай Жажа Агн Танабаласа. В Кустанай Табалл. проведет поединок с Талдыкурганским Житусу, ну а в центральном матче Тура в Алматы Кайрат сойдется с лидером чемпионата Ак-Тубе. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал Хабар начало субботней трансляции в 16.55. К этому часу у нас все. Ищите новости на сайте хабар.кз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова